всем привет сегодня мы покажем вам еще одну современную форму как можно сделать вашу композицию в которой лапки мы будем ставить по диагонали обратите внимание мы уже заведомо такой диагонали подготовили оазис видите сделали скос чтобы сюда у нас пошел высокий угол а сюда пошло ниспадание у нас будет такой сегодня нежно-розово-мятной гамме и у нас будет три крупных элемента две птички и один большой шар и мы сегодня еще в качестве зелени будем использовать такую вот пихту не только но белис и тую но решили добавить третий сорт хвойных растений из чего мы начинаем с пихты обратите внимание она более жесткая и в первый ряд композиции для сохранения формы есть смысл положить вот такую пихту она сейчас тоже поступает на базы ну естественно мы с вами начинаем так вот зачищаем лапки мы кстати не всегда вам это показываю обратите внимание и по диагонали насквоз срезаете секатором ножом сложнее ну и в этом в принципе нет особого смысла лучше секатором делать ну вот смотрите заведомо видите мы поставили уже под небольшим наклоном то есть не из центра начинаем с боковин с боковин да вот здесь мы начинаем с боковин тоже для того чтобы определить сразу диаметр нашей композиции но она получается будет овальной формы то есть не совсем как что диаметр а скорее длину до небольшой получается но еще пока что очень небольшой практически по прямой мы вверх не доводим форму больше дам теперь можем сразу добавить для разнообразия более мягкие веточки вот мы начинаем переходить постепенно и плавно к нашим боковин ком для того чтобы выполнить наш боковой вариант мы вот нарезали уже заведомо посмотрите вот именно таких коротеньких макушечек потому что они у нас будут вперед и назад не сильно у нас лапки вылезали то есть мы же здесь вот эту диагональную форму пытаемся соблюсти ну и соответственно вот таким образом чтобы у вас с одной стороны вот эти лапки они соответствовали длине вот этой вот диагонали который видите вот здесь задает она с одной стороны сбоку и вперед смотрит и вот эту боковину задает имеется ввиду что вот эти лапки не вылезали за ее длину то вот такая тоже коротенькая к верху мы еще меньше ставим до лапки да конечно у нас будет как бы по нарастающей вы ставите их здесь они у вас подлиннее чем выше тем они становятся короче совершенно верно вот мы выстроили нашу форму у вас будет приподнят вверх и соответственно вот вы идете прямо по ниспадающей обратите внимание что у нас здесь нет центральной точки потому что у нас будет три крупных элемента поэтому как предыдущий нам не нужен был центр для того чтобы композиционно выделять тем красивым шаром которыми мы работали в фиолетовом цвете ну и мне хочется как всегда я очень люблю когда большое количество хвойных кое-где для да там специально оставлено место чтобы кое-где добавить нашу любимую тую которая дает вот тот самый воздух потому что вот у него более меленькие да соответственно здесь все крупные у нас иголочки а здесь она более мелкая вот именно поэтому она нам и дает этот воздух вот смотрите видите центральные лапки пока прокомментирую вот но не по прямое все равно у нас же есть вот этот шов и обратите внимание где расходятся лапки то есть они в эту сторону одни из того что вот это да она по идее должна смотреть туда а мы ее направили вот сюда мы тем самым скрываем наш пробор вот этого центра именно за счет постановки вот этой малышки да да она видите хаос навела ну а разве это правильно в принципе мы же всегда говорим что делим на сегменты а мы разделим на сегменты потому что у нас шар будет крупнее чем две наших птички поэтому нам и нужно вот именно таким образом композиционное выстроить наши хвойные мы выложили нашу композицию и теперь непосредственно приступаем к декору и так как у нас три крупных элемента то немножечко у нас смещен соответственно центр и на шар будет находиться немного сбоку и чуть-чуть повыше на лапках а вот теперь мы должны с вами композиционно красиво выстроить птичек соответственно тоже может быть нет смысл зафиксировать сразу постановку для того чтобы понять как вы хотите их выстроить вот они по такой треуголки видите треугольничек создают и птичек мы заведомо посадили тоже на палочки не тяжелый поэтому вы могли увидеть что мы на две шпажки их сажаем они как в хороводе да то есть они вот мы получили да наш знаменитый треугольник ну теперь к шарик мы уже с вами сейчас можем подклинить старайтесь подклеивать шар максимально аккуратно чтобы потом люди могли снять его отклеить лапки и повесить на йог например уже в следующем году потому что мы шары как правило используем достаточно дорогие стеклянные нотка данной ситуации и конечно же все вот эти элементы можно потом разобрать птичек очень классно тоже просто поставить на комод они такие красивые ну вот посмотрите да соответственно вы птичек увидите со всех сторон они не стоят по одной линии они чуть-чуть смещены в своей постановке соответственно теперь мы приступаем далее к декору может быть даже есть смысл начать вот с этой красивой подвески чтобы понимать где непосредственно мы ее зафиксируем это будет финиш как бы наши композиции да правильно ну в принципе да но если мы сейчас расставили не хочешь и вот так вот вертикально повесить именно так как она должна быть может быть тогда вот с этой стороны можно соответственно сделать ее или подвеску или мне кажется она должна выглядеть подвеской да вот у нас с вами тут жесткие как раз есть лапки вот смотрите она такая красивая со звездочкой все мятное розовое она получается будет конечным уже элементом и теперь мы переходим уже нашим шариком да а листики в конце да я хочу листики использовать в конце чтобы понять если где-то у нас еще будут по-прежнему оставаться пустоты но мы запомним до этим листочка опять же шарики у нас трех размеров кстати здесь тоже можно использовать подвесной элемент в качестве шара то есть вот он у нас большой следующий у нас элемент вместо шара идет птичка потом вот такие вот размер и поменьше еще у нас здесь будут с вами такие звездочки возможно мы добавим шишки которые мы самостоятельно покрываем блестками но мы это поймем в процессе потому что пока что мне не хочется мне нравится что здесь все вот такие элементы достаточно глянцевые и стеклянные что все блестит и по гамме они очень красиво сочетаются так а как вы выстроили вот эти у нас два больших два больших мы выстраиваем на противовес крупному шарику да потому что нам немножечко нужно утяжелить вниз поэтому мы здесь выстраиваем два больших а потом уже просто раскидываем раскидываем до соответственно малышей уже обратите внимание так как композиция у нас снова большого достаточно размера то я вам советую выкладывать именно группками особенно маленькие да есть это даже не выглядит как-то объемно на фоне такого большого шара чтобы они у вас не потерялись ай но если вы были у вас шары другого диаметра например десятки что-то между да то тогда можно было бы их конечно ставить единичными просто у нас вот такой вот комплект и мы исходим из того с чем мы работаем на данный момент вот например вот это средний шар и два маленьких они создают визуально достаточно сильный противовес вот этому большому шару и точно также для того чтобы не нарушить стройный ряд вашей композиции вы должны выкладывать композиционно все именно по линии ваших лапок да то есть вот такое должно вас все равно присутствует ниспадание даже в ваших шариках стараемся вам еще демонстрировать разную цветовую гамму чтобы вы потом тоже могли все это совмещать и здесь у нас такая мятно розовый именно очень очень нежная обратите внимание что в процессе постановки шариков мы решили немножечко перевесить наш подвесной элемент это связано с тем что нам показалось что на этой пике он очень сильно уходит назад назад да и они так хорошо видно нам его хочется перенести именно на фронтальную часть чтобы все было максимально обращено на покупатели вот видите сюда вот мы уже очень говорили раньше что очень красиво свешивать именно шишечки обязательно если у вас есть стеклянные шишки то лучше их свешивать они вот чтобы это было все естественно естественно досмотрелось и был вопрос по поводу того что мы кладем шар наверх вот этим украшением да мы считаем что это естественно потому что на елке шар во первых висит именно в такой позиции а во вторых обратите внимание что здесь тоже есть такие элементы декора рисуночки которые мы хотим соблюсти а внизу он наоборот пустой поэтому эту пустоту мы скрываем в лапках и показываем его ажурный верх то есть в этом мы ничего такого не видим шары можно класть в принципе как угодно это зависит как раз от рисунка но так как на елке они висят у вас именно вот так в таком положении да то лучше конечно сохранить верни к нам лицом совсем верни коже вот смотрите видите вот на этой лапке данный элемент декора виден намного лучше все мы конечные шарики до выставляем да вот сюда мне хочется еще поставить для того чтобы еще больше вытянуть эту композицию поэтому вот посмотрите если у вас большая композиция то не укорачивайте сразу до штекеры для того чтобы потом вы могли раскидать их по всей композиции а теперь у нас остались под цвет вот такие веточки и там где у вас остались либо пустоты либо немножечко видны штекеры вы можете соответственно проложить такие листики это вообще был изначально цветочек и получается что это его лепестки мы соответственно просто их раз стригаем опять же это очень доступный материал как и все то что мы вам сейчас показываем если вы можете например если у вас нету доступа к оптовым базам вы можете пойти купить вот такой красивый шар и пучками купите шарики разных размеров и точно так же какой-то декоративный подвесной элемент взять либо гирляндочку либо искусственный цветочек с такими красивыми листиками растричь его они прекрасно растрягаются и сделать подобную композицию вот мы разложили наши веточки по периметру нашей композиции и получили в итоге вот такой конечный вариант обратите внимание что в центре мы и эти веточки кладем и вот в эту сторону чтобы они смотрели и сюда тоже и только отсюда начинаем соблюдать вот эту линию не спадающих лапок а здесь по-прежнему чтобы вот эта темечка скрыть мы того не небольшой такой хаос но все равно видите тройка вот одна веточка сюда смотрит две других туда чтобы у нас не было здесь четкого разделения и мне еще очень нравится что вот эти веточки они сочетаются с этим ажурным напылением на нашем центральном шаре вот такая вот композиция у нас получилась надеемся что наше видео было для вас полезным и вы теперь сможете тоже создать композицию такого плана ну соответственно в любой цветовой гамме как от которая вам нравится и в любом объеме любом объеме в любой емкости вы можете есть у вас нет таких красивых кашпо вы можете использовать ящички небольшого размера что по-прежнему остается модным и соответственно составить композицию вашей цветовой гамме и на ваш вкус или на заказ вашего клиента а